В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Время духовного очищения. У православных христиан начался Великий Пост. Сохраняя народные традиции. Воспитанники детской школы искусств номер 2 провели акцию «Длина». Утвердили позиции в турнирной таблице. Команда «Атом» провела домашнюю встречу в рамках чемпионата области по баскетболу. Далее расскажем обо всем подробности. В ночь с 7 на 8 марта неизвестный саровчанин повредил сразу несколько автомобилей, припаркованных в районе дома номер 3 по улице Некрасова. По горящим следам злоумышленника найти не удалось. Двое автовладельцев написали заявление в дежурную часть полиции. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Как показывает статистика, жертвы мошенников значительно помолодели. Теперь на обманные схемы ведутся не только пожилые люди. За неделю от действий мошенников пострадало трое саровчан. Общая сумма ущерба более 150 тысяч рублей. После звонка от якобы сотрудников службы безопасности банка баланс кредитной карты саровчанина стал меньше на 59 тысяч. В ходе проверки было установлено, что четыре последние цифры действительно совпадают с цифрами службы безопасности данного банка. То есть теперь уже появляются сотовые телефоны-двойники. Мошенники с легкостью вводят своих жертв в заблуждение. Люди добровольно предоставляют преступникам информацию о карте и код, содержащийся в сообщениях мобильного банка. Заявление об очередном факте мошенничества в полицию написала саровчанка. Причиной пропажи средств с ее карты стала старая заблокированная сим-карта, к номеру которой несколько лет назад был привязан мобильный банк. И неустановленное лицо при помощи мобильного банка списала с ее банковской карты 8 тысяч рублей. На удочку мошенников попалась ведущая корпоратива. В злоумышленник под видом заказчика предложил ей провести банкет у одной из известных государственных организаций. По просьбе мошенника женщина купила для корпоратива продукты и алкоголь. Также попросил положить на 4 номера сотовой связи по 5 тысяч рублей и на один номер 2 тысячи рублей, обещая выплатить вознаграждение и вернуть денежные средства, потраченные ей на организацию данного праздника. Никаких денег саровчанке не вернули, да и праздник, как оказалось, проводить не требовалось. После того, как мошенники получили деньги, они перестали выходить на связь. Чтобы не стать жертвой преступных махинаций, проверяйте подозрительные номера телефонов в интернете на специальных сайтах, которые дадут информацию о регионе или стране, в которой эти номера зарегистрированы. Дарья Цапорыгина, Константин Островский и Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24. У православных христиан начался Великий пост. Для верующих людей это время духовного очищения, самопознания и покаяния. И хотя у большинства людей пост ассоциируется с ограничениями в еде, священнослужители предупреждают, что главное – это духовный рост, добрые мысли и самоочищение. Как правильно провести семь недель перед Пасхой, выяснила наша съемочная группа. Для православных Великий пост – это время особого покаяния, усиленной молитвы, раздумий и примирения с Богом. Пост предполагает не только воздержание от определенной пищи, но и воздержание от греховных мыслей и разных увеселений. Священнослужители считают, что это время, когда душа оживает. Тут есть даже сопряжение с природой, потому что именно всегда Великий пост – он в весенний период. То есть оживает природа, и тут как бы человек тоже, задумываясь о своей душе, о своем сердце, вот через покаяние, через молитву, топит в своей душе, в своем сердце вот этот лед греховный. По мнению священнослужителей, в это время благодать касается души того человека, который искренне кается и молится. В дни Великого поста в храмах будут проходить службы. Более располагает даже в словах, в тексте именно обращение к покаянию, к примирению с Богом. Думать о том, что не здесь только жизнь, здесь она не кончается. Она переходит в вечность. И вот чтобы эта вечность была не мучительной, а была боженной с Богом своим Творцом, то вот это время особенно мы должны как бы использовать. Великий пост состоит из двух частей. Первая – это Великая Четыридесятница. В этом году она проходит с 11 марта по 21 апреля. Затем начнется Страстная Седмица с 22 по 27 апреля. Эти 47 дней Церковь призывает каждого христианина посвятить особым молитвам и труду над собой. В посту Великом Святая Церковь рекомендует как можно чаще исповедоваться, причащаться. Потому что постоянно же воздерживаешься, постоянно должен молиться. И вот через это покаяние и причастие святых Христовых тайн человек вновь приближается к своему Богу. То есть вновь Господь нас обнимает, как того блудного сына. И вновь нас к себе призывает. И вот эта духовная радость должна наполнить наше сердце. По окончанию поста верующие должны духовно преобразиться, почувствовать особую любовь к ближнему, сострадание и милосердие. С 11 по 22 марта 2019 года на территории Нижегородской области проходит первый этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В это время полицейские проведут проверки мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи. А также окажут гражданам помощь в вопросах профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых. Информацию о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков «Сообщение» смогут анонимно сообщить в прокуратуру города или отдел полиции. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Депутат Городской думы по 28 округу Людмилы Колотухина проведет личный прием граждан. Задать народному избраннику интересующие вопросы избиратели смогут в среду 13 марта. Начало в 17.30. Встреча пройдет в 409 кабинете здания Городской думы и администрации. В четверг, 14 марта, на площади Ленина пройдет очередной сбор помощи для животных из городского приемника. Неравнодушные соровчане могут принести кормы вискос и педигри, мясную обрезь, ветеринарные препараты, моющие средства попоны для кошек. Все это можно будет передать волонтерам 14 марта в 19 часов. Те, у кого нет возможности прийти на сбор, могут передать помощь в магазин «Лемур» в торговом центре Кува и в магазин «Бохо Кот» в ТЦ «Европа». Соровчан приглашают попробовать свои силы в судомодельном спорте. Традиционное открытое первенство города по контурным моделям кораблей пройдет во Дворце детского творчества 14 апреля. К участию приглашаются все желающие, вне зависимости от опыта. Для новичков преподаватель секции судомоделизма Юрий Недайкаш проведет специальные мастер-классы. Первое такое занятие пройдет в субботу, 16 марта, в 317 кабинете дворца с 15 до 19 часов. В актовом зале Департамента образования собрались работники школ и дошкольных учреждений. На торжественном концерте, посвященном Международному женскому дню почетными грамотами и благодарственными письмами за многолетний добросовестный труд, наградили учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования, которые внесли значительный вклад в развитие системы образования нашего города. Татьяна Замятина работает в школе более 10 лет. Благодаря ее профессиональному мастерству десятки учеников полюбили Толстого и Тургенева, Пушкина и Лермонтова. Поняли разницу между причастным и дейпричастным оборотом. На праздничном концерте, посвященном Международному женскому дню, Татьяне вручили благодарственное письмо от администрации Сароза многолетнюю и плодотворную работу. Особенно приятно, что погода радует, люди радуют и, конечно, приятно признание твоего профессионального мастерства. В адрес учителей и воспитателей детских садов на праздничном концерте было сказано немало приятных слов. И, как отметил заместитель главы администрации Сергей Невченко, благодарности, собравшиеся в зале женщины достойны не только в канун 8 марта и Дня Учителя. Я желаю вам, чтобы вы были женщинами, женственными, ласковыми, знающими, что хотите в жизни от себя и от мужа, и мотивировать его на самое лучшее, чтобы он как можно лучше сделал вашу жизнь. Около 70 учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования были награждены почетными грамотами и получили благодарственные письма от администрации Департамента образования. Продолжился вечер праздничным концертом. В этом году музыкальная часть торжества была подготовлена силами педагогического коллектива 10-й школы. Гости вечера бурными аплодисментами встречали и провожали артистов, которые зачитывали рэп и стихи, пели песни и показывали видеоролики. Участники образцового коллектива «Горница» в последние дни масленичной недели провели акцию «Блины». Мальчишки и девчонки вместе со своими педагогами вспомнили народные традиции, попели фольклорные песни и поели блинов. Как и полагается, на широкой масленице почивали блинами всех – и преподавателей, и воспитанников детской школы искусств номер 2, и даже прохожих на улице. Подробности далее. С размахом, соблюдая народные традиции, встретили масленицу воспитанники детской школы искусств номер 2. Больше пяти лет ребята из ансамбля «Горница» в преддверии праздника проводят акцию «Блины». «Блины» – это символ масленицы, символ народного праздника, проводы зимы и встречи весны. Все относятся к этому мероприятию очень серьезно, потому что они понимают, традиции нужно сохранять и приумножать, и никогда не забывать. Взяв руки под нос, воспитанники ансамбля отправились с народными песнями, прибаутками, потешками, поздравлять всех учеников и преподавателей школы с праздником. Поздравляйтесь, пожалуйста, бабушка. Спасибо вам счастья, здоровья, радости. Затем участники ансамбля вышли на улицу, где рассказали прохожим о традициях и обрядах праздника, а также о том, как раньше на Руси праздновали масленицу, после чего всех угостили вкусными блинами. Мне так понравилось, как они поют, как молодцы какие. Блин, это вообще замечательно, даже не ожидал. Это очень вкусно, приятно, и вообще. Так что это стоит продолжать и соблюдать эту традицию. Масленичная неделя завершилась, и воспитанники ансамбля «Горница» уже начали подготовку к Пасхе. Ребята разучивают песни и водят хороводы. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Масленичные гуляния. В этот день сразу на нескольких площадках города прошли праздничные мероприятия с песнями, плясками и, конечно, блинами. Главным символом солнца и наступающей весны. В старину считали, с блинами человек получит частичку тепла и могущества. В играх, мастер-классах, на проводах зимы приняли участие горожане всех возрастов. На одном таком празднике микрорайона побывала и наша съемочная группа. В отличие от своих сверстников, Настя Андросова праздник широкой масленицы проводит не в кругу родных и друзей. Для себя она решила, что поесть блинов в этот день не главное. Необходимо подарить жителям города как можно больше положительных эмоций. Потому что я хотела бы, чтобы люди радовали, чтобы люди видели, что это для всех очень важный праздник и помнили про все это. Ну и я стараюсь и для всех людей нашего города. Настя считает, что масленица – особенный праздник. В этот день принято веселиться, играть в различные игры, угощать окружающих блинами. По мнению девушки, такие народные гуляния, как ничто другое, объединяют людей. Этими народными традициями, которые уже испокон веков. И это надо помнить и соблюдать все эти правила, потому что если люди про это забудут, то не будет, так сказать, народного духа какого-то. Историческая и музыкальная фото-зона, игры и конкурсы с призами и сладкими угощениями. Возможность сразиться на мечах, как настоящие русские витязи. Послушать русские народные песни и отведать блинов. Таким саровчанам запомнится праздник широкой масленицы в сквере за универмагом юбилейной. Специфика района такова, что очень много проживает здесь пожилых людей, которые, в общем-то, не в состоянии добраться до парка Зернова. А здесь недалеко от дома вышел, погулял, песни послушал и добрался до дома легко. К празднику организаторы подготовились основательно. Для самых активных и веселых участников подготовили ценные масленичные призы, выиграть которые можно было, собрав как можно больше игровых жетонов. Для детей родители напекли около 600 блинов и приготовили сладкий и вкусный чай. А главное, создали неповторимую атмосферу народного гуляния и достойно встретили весну. Кирилл Васенин, Владимир Литик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Вышли на финишную прямую. В рамках чемпионата области высшей лиги по баскетболу среди мужских команд завершаются игры второго круга. Командатом провела домашнюю встречу с баскетболистами «Металлурга» из «Выкса». Хозяева уверенно вели в счете на протяжении всей игры. Гости, в свою очередь, старались максимально сократить отрыв. Подробнее о том, как прошел матч, расскажем в следующем репортаже. С разницей в 20 очков закончилась встреча «Атома» и новичков этого сезона команды из «Выкса». После пятилетнего перерыва баскетбольный клуб «Металлург» вновь играет в высшей лиге чемпионата области. Как отметил тренер, скорость у спортсменов хорошая. Осталось добиться точности бросков. Ребята очень стараются, очень хорошие, мне очень нравится. По физподготовке здорово бегут. Подводят маленько снайперские способности. Как было сейчас видно на игре, маленько не получается снайперского. Но будем работать, отрабатывать это все на тренировках. «Металлург» занимает седьмое место в турнирной таблице. Матч «Выксунцев» с одной из сильнейших команд области показал стремление новичков сезона пробиться в лидеры и подняться вверх в турнирной таблице. Но сократить отрыв не получилось. Матч закончился со счетом 89-69. Но спортсмены считают, что сыграли с полной отдачей. Я думаю, этот год мы неплохо сыграли. Проигрываем таким грантом не слишком много, как у нас было в свое время. 50-60 очков. У нас сейчас 3-4 очка проигрыш. Так что, я думаю, на следующий год мы будем показывать лучшие результаты. Директор баскетбольного клуба «Атом», подводя итоги встречи, отметил у гостей стремление навязать противнику свой стиль игры. Матч получился богатым на нарушения и даже травмы. И, как следствие, было много замен в обеих командах. Тренер варьировал состав, смотрел различные сочетания. Немножко команда оказалась такой, как правильно выражать, жестковатой. Несколько игроков у нас получили пока микротравмы, можно так сказать, чем лидеры. Это, конечно, печально. Впереди еще несколько игр. А так как финала четырех не будет, то исход каждой встречи очень важен. Следующий матч саровчане проведут 16 марта на выезде. Они сыграют с лидером чемпионата командой «Газэлектроника» из «Розамаса». То есть, все будет решаться по круговой системе. То есть, и каждый матч, он важен. А с «Розамасом», естественно, по личной встрече надо будет выигрывать больше четырех очков, чтобы иметь дополнительный гандикап. У наших спортсменов всего несколько дней для подготовки к матчу с одной из сильнейших команд чемпионата высшей лиги. И сейчас спортсмены усиленно готовятся к решающей встрече. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова